Всем привет! Меня зовут Володяев Сергей, я тренер Голдфитнес Золотая Миля и сегодня отвечу на ваши вопросы, которые поступили в нашу рубрику 100 вопросов тренера. Блиц. Вопрос, блиц, ответ. Первый вопрос. Как правильно бегать на беговой дорожке в зале? В скобочках, не для того, чтобы похудеть. Я так понимаю, в зале мы хотим бегать для того, чтобы улучшить кардиовыносливость, потренировать наше сердце. Но сразу скажу, что если вы не профессиональный спортсмен, то уделять много времени бегу на дорожке вам не стоит. Почему? Потому что при беге на дорожке у вас усиливается ударная нагрузка, а ударная нагрузка прежде всего идет на ваши колени, на тазобедренные суставы и на коленные суставы. Чтобы исключить одну нагрузку, которая не положительным образом влияет на наше здоровье, лучше исключить беговую дорожку. А перейти к другим кардиотренажерам – это степперы различные, эллипсоиды, это эскалатор, это грибной тренажер, это велотренажеры, где плавная нагрузка. А сердце работает тоже так же. Вы потренируете свою кардиовыносливость таким же образом, как и при беге, но исключите все отрицательные следствия. Спрос номер два. Можно ли останавливаться во время пробежки на длинную дистанцию, идти какое-то время быстрым шагом, а потом опять возобновить бег? Если вы останавливаетесь во время бега, это значит, выбранная вами нагрузка или темп бега, или дистанция в километры вам пока еще не под силу. Из рекомендации я бы выделил следующие моменты. Вам нужно или сократить дистанцию, или уменьшить темп бега. Если вы все равно не можете бежать, даже в медленном темпе, вам нужно начать просто с быстрой ходьбы. И в процессе времени уже потом переходить на легкий бег, но опять же при этом нужно дистанцию опять уменьшить. Получается такая лестница. Вы бежите в медленный темп, постепенно увеличиваете дистанцию, затем дистанцию сокращаете, увеличиваете темп. И постепенно ваше сердце, ваш организм привыкнет к длительной нагрузке, к высокому темпу, и со временем вы будете бежать быстро, долго и не останавливаться, не переходить на шаг. Вопрос номер три. Откуда берутся столько энергии и сил? Ну, это, видимо, личный вопрос. Ведь помимо функционала, групповых персональных тренировок, бегового клуба, ты успеваешь еще и выступать на соревнованиях. Здесь тоже все просто, и люди, которые, наверное, занимаются постоянно, знают, что стоит прекратить занятия, так сразу начинается портиться настроение, сразу же начинает ломать тело, сразу же начинается слабость и так далее. Все отрицательные моменты почему-то приходят в нашу жизнь. Но когда ты получаешь нагрузку на тренировках, вроде бы ты устаешь, но в то же время потом в процессе восстановления и в обычной жизни ты чувствуешь себя очень хорошо. Поэтому рекомендую вам побольше двигаться, побольше ходить на наши тренировки, различные и в тренажерный зал, и на групповые занятия, участвовать вместе с нами на соревнованиях. Соревнования есть и профессиональные, любительские, но любительских соревнованиях может выступить каждый из вас, но для этого нужно будет немного подготовиться. Для этого обращайтесь к нашим тренерам, ко мне лично, к другим тренерам, и мы подготовим вас, вы будете всегда в настроении, всегда в полной сил. Следующий вопрос. Как называется тренировка, на которой люди болтаются над рингом? Ну, насколько я понимаю, эта тренировка называется ОСЕР, которую я веду по выходным. Это команда гонок с препятствиями клуба Голдфит на Золотая Миля готовится к соревнованиям. Гонки с препятствиями – это новый вид спорта, где люди бегут определенную дистанцию, как правило, это по пересеченной местности, и преодолевают различные препятствия. Ну и здесь над рингом, наверное, видно у нас сзади подвешенные кольца, и одни из таких препятствий называются рукоходы. То есть мы тренируемся, приглашаю вас при случае. И заключительный вопрос. Какие детские секции вы ведете? Ну, в продолжении предыдущего вопроса и ответа, здесь все просто. Я веду секции ОСЕР, ОСЕР, гонки с препятствиями, где наши будущие молодые спортсмены, дети от 7 до 12 лет, получают навыки гонок с препятствиями. Эти навыки беговые, акробатические, силовые, гимнастические. То есть мы занимаемся и тренируем выносливость, тренируем рукоход, тренируем хват, тренируем бег, тренируем силовые показатели, потому что в этих гонках нужно перетаскивать различные предметы. То есть достаточно интересно, и дети получают всестороннее развитие. На этом наш первый выпуск рубрики «100 вопросов. Тренер подошел к концу». Принимайте активное участие в нашей рубрике, задавайте вопросы, получайте ответы, получайте удовольствие от занятий спортом. И до скорых встреч. Всем пока.